Здравствуйте, дорогие друзья! Так, еще один вопрос. Не все ответил, извиняюсь. White Man. И сегодня мы поговорим на тему музыки. Каким образом музыка может оказывать влияние на нашу деятельность, на наше духовное развитие. И вообще музыка имеет ли такое воздействие. Сразу хочу сказать, в данном направлении я не силен. У меня было несколько переживаний. И для себя хочу сказать, хочу подчеркнуть, что это довольно-таки немного. Поделиться, в принципе, поделиться своим мнением смогу. Но в данном направлении мое мнение все же не столь авторитетно, как в других направлениях, связанных с йогой или же с какими-то практиками. Всевозможных мистических путешествий, астральных миров и так далее. То есть, что-то дорасскажу. Итак, зачитываю вопрос. В Соединенных Штатах Америки существует институт имени Роберта Монро, где изучается современными техническими средствами осознанное сновидение и феномен внетелесного опыта. Сам Роберт Монро изобрел метод, называемый бинуаральные ритмы. Особый способ наложения разных звуковых волн, которые при прослушивании в наушниках на определенном этапе способны вытолкнуть астральное тело из физического. Как вы думаете, возможно ли такое? Почему нет? На самом деле у музыки действительно имеются такие качества, как влияние на наше подсознание и вскрытие нашего подсознания. Учитывая то, что бывают мелодии, которые погружают нас в состояние сна, бывают мелодии, которые нас заводят всевозможным образом, бывают мелодии, которые привносят в нашу жизнь какие-то огорчения или наоборот привносят чувство радости. То есть, воздействие как таковое мы можем испытать на себе в первую очередь. Относительно вытолкнуть астральное тело, уверен, да, но здесь опять-таки нужно осознавать, нужно понимать, что астральное тело основано на определенной вибрации, вибрации параллельного измерения духовного мира. И вся эта энергия, вся эта вибрация, которая проявляется в нашем случае, которую мы можем слышать, да, она несет информацию. Поняли, да? То есть, любой элемент нашей жизни, ну вот у меня за спиной, допустим, висит штора, да, вот покрывало на диване, вот изображение божества, вот обои. Но в духовном мире все эти элементы несут свою информацию, свою энергию. И музыка точно так же несет свою энергию. Предположим, у Роберта Монро или тех людей, которые занимаются созданием этой музыки, есть также свои кармы. Мы же это прекрасно понимаем, что каждый человек, который занимается данным направлением, он обладает своей судьбой. Это живые люди, это обычные живые люди, часто это просто ученые. И эти ученые, они занимаются исследованием данной информации только лишь на уровне материалистичных каких-то тенденций, да. То есть, как они могут отследить влияние музыки? Они отслеживают какие-то вибрации, электрозвуковые какие-то волны, магнитное воздействие, ну и все на этом. Но даже если они на основе этих вибраций смогут скомпоновать какую-то мелодию, которая сможет оказать воздействие на наше астральное тело, на наше ум, на наше подсознание, тем не менее в этой музыке, учитывая то, что они ее создавали, будет их энергия. И даже если пройдет 50 лет, все равно в этой музыке, в этой, как это называется, бинуоральные ритмы, господи, название какое, и в этих ритмах, в этой музыке все равно будет оставаться энергия этих людей. И эта информация, она даже имеет в большей степени значение, чем сама мелодия. Улавливаете? То есть, если у этих людей обладает, ну или если у этих людей очень высокий уровень энергии, и они сами являются практиками йоги сновидений, йога нидры, то по большому счету им даже не нужно, скажем так, создавать музыку. Они могут просто благословить своих учеников. И если ученик обладает качествами внутреннего духовного развития, он посредством этого благословения сам сможет развиваться, и сам сможет обрести те качества, которыми обладали в данном случае эти ученые, или вот эти вот люди, которые создают эту музыку. Но если у людей карма обычных человеческих существ, то эта музыка, даже если мы сможем выйти в параллели измерения в астральном теле, учитывая то, что информация, которая влияет на нас, она связана с этими учеными, то мы переместимся в тот мир, который соответствует уровню этих ученых. Все. Приплыли. Уловили, да? То есть, музыка будет нести влияние непосредственно самих ученых в силу того, что они приложили к этому руку. В этой музыке будет только энергия этих ученых, только информация этих ученых. Все. Вот в этом вся суть, в этом все объяснение. Создать можно. И есть масса историй, когда музыкальные композиции оказывают воздействие, да, но эти композиции оказывают воздействие на том уровне, на котором они находятся сами. То есть, посредством музыки, созданной такими людьми, вы не попадете в духовные миры, на какие-то святые небеса и не сможете получить там какой-то духовный опыт. Это невозможно. То есть, если бы эту музыку дал Серафим Саровский, или же Матрона Московская, или же даже, допустим, приставь Богородица, или какая-то другая святая, тогда да. Тогда эту музыку, используя, мы могли бы с ее помощью попасть на духовные небеса, и там получить какой-то опыт и пережить какой-то выход из физического тела. Но если эту музыку создают обычные ученые, то это обычная карма. Даже если у них там два или три образования, или какая-то ученая степень, это вообще не является критерием. Сейчас это просто материалистичные знания, которыми человек нафарширует свой ум. Мне всегда, знаете, нравится фраза, которую сказала лет шесть назад как-то одна моя знакомая. И она сказала, вот я шесть лет училась, и у меня в голове так много знаний, но в жизни я эти знания не могу использовать. Понимаете? То есть, в жизни она обрела за эти шесть лет высшего образования, она очень хорошо училась, у нее так много, ну она так много обрела знаний, но она в ходе своей жизни, она не может их использовать в силу их ненадобности. Ну, казалось бы, как бы знания-то есть, а применить их невозможно. То есть, каков смысл? Точно так же можно объяснить состояние этих ученых. Да, с одной стороны, они на уровне законов нашего материального мира могут отследить какое-то магнитное влияние, электрозвуковое влияние, там, на уровне молекул что-то посмотреть, структуру атомов отследить, да, и так далее. Но! Они же не являются экспертами в плане астральных миров. Они же сами туда не могут выйти, да, то есть, если человек использует искусственные методы, если человек самостоятельно не может покидать свое физическое тело, чтобы пережить уровни духовного мира, то это указывает на то, что человек сам не овладел этой практикой, и он никакого отношения к осознанным сновидениям не имеет. Это основная проблема. Если вы не являетесь экспертом, то музыку вы создать не сможете, потому что вы не сможете отследить даже ее последующее влияние. Ну, как-то так. Тема довольно сложная. Не знаю, насколько она актуальна. Мне, например, этот путь как бы не очень-то и нравится. И музыку я на самом деле слушаю. И я вам даже выложу под видео там те музыкальные композиции, которые я с удовольствием прослушиваю. И вы сами сможете также прикоснуться к данной музыке. Но я слушаю музыку, которая находится в традиции индуизма, и она чаще всего исполняется людьми, которые принадлежат к духовным традициям. И эти духовные традиции связаны с местами силы, с божествами и так далее. То есть люди, которые обладают благоприятной кармой. Если у человека нет благоприятной кармы, то никакой толковой музыки у нее не будет. К примеру, есть такая известная певица Сати Казанова, да? И если вы бывали в Индии и сталкивались с музыкальными композициями, которые исполняются традиционные в храмах, как исполняются мантры в Индии, и вот как исполняет она это небо и земля. То есть Сати Казанова, простите, она даже не уловила суть традиции индуизма. Да, ей это как бы нравится. Я понимаю ее и ценю ее уважение, ее стремление донести до нас какие-то знания, исполнение каких-то мантр и так далее. Но даже при очень беглом взгляде видно, что она не профессионал. То есть она просто исполняет в силу своей творческой натуры. Но не в силу каких-то своих духовных качеств. Это для примера. Именно поэтому мне, например, я не могу вообще слушать мантры, которые исполняют наши европейские музыканты в силу того, что они очень, да что там очень, они все искажают. Это вообще не то от слова совсем. Да, уже даже само произношение мантры, но совершенно другое. То есть если вы хотите исполнять музыку на таком уровне, то хотя бы научитесь правильно мантры произносить. У них же там есть свои ударения, свое произношение этих мантр. А мы с нашим русским акцентом все подряд. Ну как-то так вот, знаете, все это так немножко дешево выглядит. Я с большим уважением отношусь к Сати Казановой. Мне нравится то, что она делает. Я сторонник того, чтобы доносить даже на таком уровне данное знание. Ну хотя бы чуть-чуть. И подними ты свой уровень. Ну стань ты действительно экспертом. У тебя же там тысячи людей за тобой идут. А ты вот так вот все. Да, я эту тему не хочу поднимать. Я это не критика вообще. Ну как-то так. Далее. Еще интересный вопрос. Были вопросы относительно музыку, которую бы я посоветовал. Традиции индуизма. И эти вопросы были заданы, по-моему, недели две или три назад. Я уж не помню под каким роликом. Я сейчас много записываю, поэтому тяжело найти все это. Но, друзья, все, кто спрашивали про музыку, я эти вопросы прочитал. Переписки или же все комментарии я читаю. Стараюсь на все темы, которые вы поднимаете, дать ответ. Пишем, продолжаем. У нас должен быть диалог. Я вам очень признателен за все это. И относительно того, какую музыку я бы посоветовал. Знаете, в индийском ютубе есть многомиллионные каналы, в которых есть традиционная индийская музыка. И я слушаю именно на тех ресурсах музыку. И, к сожалению, я не могу слушать музыку, которая преподносится у нас. Ну, по крайней мере, вайшнавские какие-то композиции я еще с удовольствием могу послушать. Но музыку, которую исполняют другие композиции, и даже тот же самый Кришнадас, то, что сейчас он исполняет, это уже исключительно европейский стиль. По крайней мере, первые несколько альбомов, которые он выпустил, это было... Ну, чувствовалось, что там индийские композиции, в которых преподносится его какой-то внутренний менталитет, его внутренний жанр, да. То есть он взял традиционную индийскую музыку или композицию и привнес в своем восприятии. Но сейчас он настолько погрузился в европейское исполнение Киртанов, что это вообще не то. То есть, ну, как-то так вот. Сейчас это уже невозможно слышать, хотя первые альбомы Кришнадаса были на ура. Ими заслушивались, и сейчас их с удовольствием можно послушать. Но то, что сейчас он уже изменил все это. То есть, если хотите действительно прикоснуться к знаниям, ищите храмовые исполнения композиций, которые есть или которые исполнялись в традиции, принадлежащей древним парампорам. Парампора – это цепь ученичества от учителя к ученику, которая передается внутри мест силы, внутри древних храмов, мест паломчества и так далее. Вот там музыка, которая исполняется, она несет благословение. В одной из медитаций я оставил у себя на окне, у меня стоит такой, я не знаю, как он называется, ну, такая колоночка, да, в нее вставляешь флешку, нажимаешь на кнопку, и он воспроизводит всю ту музыку, которая есть на флешке. Вот у меня такая колонка есть, я не знаю, как она называется. Вот, и я поставил эту колонку на окно, включил музыку тихонько, да, и лег в состоянии шавасаны, в состоянии релаксации. И днем я лежал, визуализировал свет, выполнял практики, связанные с йогой света, да, и в какой-то момент, оказавшись в параллельном измерении, я столкнулся с тем, что увидел вокруг себя довольно много не совсем благостных энергий. И были даже несколько нечистых существ, но относительно нечистых существ их всегда очень много. Вот, как это сказать, люди, которые говорят, что у них все хорошо, и они себя прекрасно чувствуют, мне бы не хотелось бы их разочаровывать, описывая параллельные миры, в которых мы живем, и не хотелось бы описывать состояние таких людей, потому что духов вокруг нас очень много, очень много. И на одного человека это всегда там 20-30 духов. И не все из них чистые, не все из них благородные. И вот, когда я оказался в параллельном измерении, по всей видимости, тогда меня немножко сместило в неожиданное состояние, может быть, где-то кармы нахватался, и я увидел вот таких вот духов. Но благодаря тому, что играла мелодия, то есть, находясь в присутствии этих духов, я постоянно утрачивал осознанность, я падал в эти нечистые энергии, и на самом деле чувствовал себя не очень хорошо. То есть, я едва-едва мог удерживать осознавание, но из-за того, что работала колонка, и тонко-тонко вот эта вот мелодия, а эта мелодия была, она и сейчас посвящена, не была посвящена, она и сейчас посвящена одному из божеств традиций индуизма, это божество, известное как Винкотешвара, и эта мелодия, она тонкой вибрацией проникала в параллельное измерение, в астральный мир, и вокруг себя я постоянно видел вспышки золотого и голубого светов. И вот эти вот вспышки, они не позволяли мне погрузиться в вот эти вот нечистые энергии, потерять осознанность и впасть под влияние этих духов, да? И благодаря этой мантре, тогда я осознал, что действительно прослушивание композиций, подобных композиций, связанных с мантрами, оно дает свое благословение. Но в своем случае я слушал музыку, которая традиционная индийская, не та, которая у нас исполняются нашими артистами, нет, а та, которая традиционная, в традиционном стиле, и ее, скорее всего, даже исполняли и записывали на горе Тирумала, потому что этот киртан посвящен именно божеству Винкотешваре. И таким образом, и таким образом я в тот момент только благодаря тому, что исполнялся киртан из колонки, очень тихо, причем у меня в комнате, и я выполнял при этом шавасану релаксацию, именно благодаря этой музыке я не потерял осознанность, и я постоянно наблюдал, как вот эти нечистые энергии просто выгорают за счет вспышек этого света. То есть этот свет, он вспыхивал постоянно, знаете, как пульсация такая по всему астральному телу, и я, находясь в таком как бы коконе, который постоянно пульсировал, во мне постоянно перегорали вот эти вот грязные, коричневые, какие-то черные, красно-бурые энергии, духи ко мне не могли подойти, потому что вот эта, знаете, красивая очень такая световая пульсация из меня изливалась постоянно. Вот. Однозначно мантры можно и нужно слушать, но берите их, берите или узнавайте, кто автор этой композиции, где она исполнялась и где ее записывали. Ну, по возможности, конечно. Я понимаю, что это невозможно все, но я, например, беру традиционную храмовую музыку, она немножко непривычно звучит, но там постоянно идет повторение мантры. Допустим, цитируется 108 или 1008 мантр Шри Вен Катешвары или богини Дурги, или исполняется какой-то древний гимн, допустим, Шри Суктам, или какой-то другой гимн. Вот. И если эти мелодии исполняли люди, которые находятся в традиции, которые занимаются непрерывным служением, у них энергии хорошие, благостные, они находятся постоянно в контакте с божеством, с тем же самым Вен Катешварой. И таким образом, если мы соприкасаемся с их творчеством, мы и получаем благословение через них от тех божеств, от тех святых энергий, которые они до нас доносят. Но я еще хочу рассказать. Музыка, она для нас будет очень непривычной. К ней придется как-то привыкнуть. Ну, просто нужно принять ее такой, какая она есть. Мне, например, если раньше она немножко была какой-то резкой и немного неприятной, еще раз хочу сказать. Я под видео выложу штук 5-6 мелодий, которые слушаю я сам. Хорошо? Это будет такой закрепленный файлик, и вы сможете сами зайти на ютубе, послушайте эти мелодии, и вы поймете, о чем идет речь. И слушая эти мелодии, мы действительно сможем получить благословение. Относительно того, слушая мелодии европейских исполнителей, получим ли мы благословение, сказать не могу. Но, скорее всего, нет. Потому что там другая музыка, другие инструменты. От инструментов тоже очень многое зависит, на самом деле. Допустим, в традиционном исполнении в индуизме ни в коем случае не используются гитары. Гитара считается очень раджесичным инструментом. В храмах она не используется. То есть в храмах используется только несколько инструментов, которые описаны в священных писаниях. Все. Вот. Именно поэтому там такая музыка, знаете, она какая-то глубинная идет. А у нас вот эти вот ударники, гитары. Что там у нас еще есть? Я не специалист. Вот. Это все, все эти инструменты, они чаще всего привносят некое перевозбуждение в наш ум. А индийские инструменты, они привносят глубину. Вот вы слушали маридангу? Я вообще от мариданги просто балдею. Вот эти звуки, как они исполняют. Это просто... Особенно, когда несколько мариданг используются во время Киртона в одном из храмов, это просто можно вот так вот лечь, расслабиться и улететь. В космос улететь. Сразу же. Ну что. Надеюсь, смог немножко приоткрыть суть. Суть самой музыки и суть самих музыкальных композиций. Используйте. Тренируйтесь, ищите. Исследуйте. Я сам по себе человек, который является искателем. Давайте мы будем пробовать тренироваться. Даже если где-то ошибемся, ничего страшного. Самое главное то, что мы ищем. Вот. И старайтесь придерживаться все-таки авторитетных источников, авторитетных знаний, признанных знаний, знаний, которые передаются в традиции. Вот. Это важно. В этом, на самом деле, залог нашего успеха и залог правильного развития нашей судьбы. До новых встреч.